Ежегодно большая территория аэродрома Южный превращается в место проведения яркого и зрелищного праздника – фестиваля «Смоленский звездопад». Мероприятие уже давно стало не просто захватывающим пиротехническим шоу, а настоящим семейным праздником, собирающим тысячи детей и взрослых не только из Смоленска, но и из других регионов страны. Отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями гости смогли на многочисленных развлекательных площадках, подготовленных организаторами. Всех посетителей ждали конкурс и всевозможные розыгрыши от партнеров фестиваля, катание на лошадях, спортивные состязания, выставка продажа товаров народных умельцев, выступления начинающих и известных музыкальных коллективов. Для юных гостей организовали детский городок аттракционов с батутами и автодромом, игры с аниматорами. Скучать не пришлось никому. Мы в первый раз сюда пришли и впечатляюще, потому что народу много, мы не ожидали, что здесь будет и территория большая, и людей столько будет много. Приехали с Гагарина, приехали с нашей группой поддержать ее и заодно повеселиться, посмотреть на фейерверки. Так что в Смоленску привет, все счастливы, все довольны. Я была в прошлом году, привезла с собой друзей, пообещала, привезла автобус. Часть наших друзей с детьми пошли гулять на площадке, а мы как бы слушаем. Мы впервые в интернете почитали, узнали, пришли, посетили. Классно. Я думаю, еще и только начало, вечером будет лучше, круто. Ждем фейерверков? Безусловно, безусловно, однозначно. И пока гости находились в предвкушении кульминации праздника мультимедийного шоу музыкальных фейерверков, на соседней площадке команды-участники готовились в прямом смысле зажечь небо. Монтаж занимает порядка двух суток. Ну, то есть приезжаем мы сюда, оборудование отдельно, заряды отдельно, поэтому здесь на месте уже начинаем монтаж, раскладываем согласно сценарии запланированного. Участие в таком грандиозном мероприятии – это тоже для нас большая честь, потому что есть на что посмотреть, себя показать. Ну и посоревноваться в профессионализме, потому что у каждого из нас свои музыкальные композиции, своя постановка сюжета, свой сценарий и свое видение этого. Потому что тут как бы мы не только пиротехники, но мы еще и художники, можно так это сказать, потому что мы тоже рисуем, но рисуем в небе. По условиям конкурса каждый участник должен показать две части программы. Первая – небольшая по времени и без музыки – гранатовая россыпь, где используется ограниченное количество цветов фейерверков. Вторая часть – произвольная, и здесь пиротехники могут в полную меру проявить свою фантазию. Зрелищность и креативность приветствуются. Основной критерий – попадание в ритм музыки, то есть яркость, зрелищность. Идея создания фестиваля в Омске родилась на базе Смоленского фестиваля. Мы были у вас в 2016 году, по-моему, или в 2015, сейчас точно сказать не могу. После этого создали аналогичный фестиваль фейерверков «Зажигаем звезды в городе Омске». В принципе, для нашего миллионника мы собираем такое же количество людей, сколько у вас в городе. В этом году в фестивале фейерверков приняли участие три профессиональные пиротехнические команды из Норвегии, Белоруссии и Китая. По традиции, вне конкурса шоу открыла команда-организатор фестиваля «Фейерверки дядя Гриша». Следом за ними выступила команда из китайского города Люянг. Пиротехники из Поднебесной признались в любви к небесам под свою национальную музыку. А команда пиротехников из Осло представили свою летнюю историю любви и в «Смоленском небе» нарисовали сердца. Команда из Белоруссии осталась верна классике, и под оригинальную аранжировку мелодии из мюзикла «Призрак оперы» тысячи ярких огней вспыхнули в небе. Закрывал пиротехническое шоу «Гранд Фейерверк», подготовленный командой победителем прошлого года из Казани. В результате приз зрительских симпатий и первое место увезли пиротехники из Китая. Мы очень рады быть здесь, тем более мы в первый раз принимаем участие в этом соревновании. Приятно стать лучшими среди таких профессиональных и хороших команд. Марина Лукашева, Кристина Гончарова, Новости ССС.